А между прочим, Александр этот сюжет снимал, как и мне уже сказала Александра, не так давно, а холодает очень стремительно, и у сотрудников МЧС... То есть, если два дня назад он ходил в футболки, то сейчас мы уже в те сутра замерзли, и даже наш гость. На гостях сегодня Максим Грамот, заместитель министра чрезвычайной ситуации Республики Крым. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, надеюсь, сейчас мы вас согреем, вот так вот оживленной беседой. Ну, расскажите, пожалуйста, все-таки, как проходит сейчас у вас подготовка к зимнему периоду? Еще раз здравствуйте. Да, очень приятно, что вы пригласили поговорить, пообщаться с вами на такую тему, как подготовка, и уже, можно сказать, не то, что подготовка, а зимний период у нас начался. На данный момент сейчас оперативная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым проверяет готовность муниципальных образований районов и городских округов к прохождению неблагоприятных погодных условиях именно в период зимнего... А что конкретно проверяют? То есть там говорят уже, там транспорт есть, все есть. Есть у нас все, но именно конкретно мы проверяем готовность сил и средств единой государственной системы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций к возможным рискам, которые могут возникнуть в зимний период. У нас все риски просчитаны по Республике Крым. Вы знаете, что если на случай снежных заметов и гололедов одно из основных направлений, это у нас, конечно, Грушевский перевал и Ангарский наш перевал. Поэтому особое внимание при проверках сейчас уделяется оперативному взаимодействию между Крымавтодором, между муниципальными образованиями, между службами Крымспаса, пожарной охраны и Главного управления МЧС по Республике Крым. То есть, когда наши сотрудники приезжают в муниципальное образование, первонаперво это проверяет именно слаженность отработки нештатных ситуаций. Мы проводим тренировки, мы проводим учения. Недавно было учение, которое провели сотрудники ГКУ Крымспаса именно по вопросам помощи людям в зимний период на случай снежных заносов. Я хочу сказать, что очень пристальное внимание уделяется оборудованию, которое используется для расчистки снежных заносов. Мы проверяем наличие подсыпных материалов, а также реагентов в филиалах Крымавтодора. Оказываем практическую методическую помощь. Помимо всего этого, профилактический блок Министерства по чрезвычайным ситуациям, Главного управления МЧС по Республике Крым проводит такую методичную работу. У нас пожароопасный летний период вроде бы вот-вот-вот был, и вот так вот резко сменяется зимним периодом. Поэтому накануне у нас новогодние праздники, рождественские праздники, вы знаете, что в эти праздники будет задействовано большое количество школ, детских садиков. Первоначально это утренники, поэтому сейчас инспекторский состав, сотрудники пожарной охраны... А на утренниках какая уголка может быть? Вы что, это... Ну, кроме пиротехники. Ну, это массовое пребывание людей, это дети, вы знаете, мы предусматриваем все риски, поэтому работаем с персоналом школы, работаем с персоналом детских садиков, проводим консультативно-методические занятия. Основной упор делается, это, конечно, на быструю и безопасную эвакуацию на случай нештатных чрезвычайных ситуаций. Я вам хочу сказать, что до начала рождественских праздников поставлена задача и планово будут проверены все храмы, в которых будут задействованы для проведения праздничных литургий. Рождество там, да? Рождество, да. Все это планово, все это методично проверяется, даются консультации при выявленных нарушениях наши инспектора, а также сотрудники пожарной охраны Республики Крым добиваются устранения нарушений на месте. Поэтому подготовка к зимнему периоду, а также начало зимнего периода у нас так в разгаре, все стоит на особом контроле. Максим Ильич, я вот привык, обычно из года в год установлю пункты обогрева. Это действительно так необходимо в Крыму? Есть ли такие случаи, что если бы не помощь подобных фото пунктов, то мало ли там человек мог бы что-то себе отморозить? Бывает у нас такое? Вы знаете, я хочу вам сказать, что вроде бы кажется, что мы южный регион, южане, но, как показала практика последних пять лет, именно функционирование пунктов обогрева на территории муниципальных образований районов, иногда, не иногда, а зачастую при понижении температуры свою принадлежность оправдывает. То есть, понимаете, там постоянно дежурит персонал, могут оказать профессиональную медицинскую помощь, постоянно присутствуют сотрудники социальной защиты, созданы для разверстки на случай внештатных, чрезвычайных ситуаций, масштабных, можно так сказать, регионального уровня, созданы мобильные пункты обогрева на базе главного управления МЧС по Республике Крым, а также на базе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Мы добиваемся, и это стоит на особом контроле Совета Министров Республики Крым, чтобы в каждом муниципальном образовании, в районе были стационарные пункты обогрева. И я вам хочу сказать, что вот на данный момент, когда работают комиссии по проверке готовности муниципальных образований к зимнему периоду, особое внимание уделяется именно этому вопросу. Я еще раз хочу вам сказать, практика последних пяти лет показала, что пункты обогрева даже в нашем теплом Крыму, но они необходимы. Я уверена, что насколько только... Все мы понимаем, насколько они нужны были именно пять лет назад. И сейчас... А сейчас, тем не менее, ведь бывают экстренные ситуации, когда нужно среагировать быстро, да, и быть готовыми, потому что... Ну вот, тоже не могу не спросить. Все мы знаем, что каждый год... Все наши люди знают, что когда выпадет снег, не стоит ехать на Ай-Петре, потому что все туда поедут. В этом году. Будет пробка, потом мы не будем знать, как те машины туда только вот развернет, как вообще вернутся, как добраться. Тем не менее, как вот в этом году мы к этому готовы, что мы, несмотря на все, все равно поедем туда на Ай-Петре. Ну, это, вы правильно сказали, это у нас как вот в обычаи, в обычаи входит, да, где-то в декабрь, январь месяц. Конечно же, жители нашего полуострова, когда особенно выпадает снег, берут семьи, берут детей, выезжают на Ай-Петре покататься на лыжах, на санках. К сожалению, зачастую бывает у нас очень часто ряд нештатных ситуаций, поэтому именно этому вопросу уделяется особое внимание, когда гидромедцентр дает предупреждение о том, что будет снег на Ай-Петре, в нашем горном кластере республики. Мы на Ай-Петре выставляем спасательные посты Крымспаса, которые оборудованы всеми спецтехниками, это снегоходы, это автомобили высокой проходимости, дежурят настоящие профессионалы, как показал вот этот вот опыт на протяжении последних 5-6 лет. Это больной вопрос, запретить, запретить мы людям не можем. Не можем, но мы будем предупреждать. Предупреждение всегда, когда идет ухудшение погодных условий, мы предупреждаем, мы тесно работаем с ГИБДД, мы перекрываем трассу, когда вот именно гидромедцентр дает вообще неблагоприятный прогноз, и поэтому данный вопрос, я хочу заверить наших граждан, данный вопрос на жестком контроле. Хорошо, Максим Витальевич, мы благодарим вас за вашу беседу, за ваш труд, и, конечно же, за труд ваших коллег.